Всем доброе утро! У нас уже следующий день. Мы с Ральфиком вышли на прогулку. Сегодня чуть проспали. Ну, Вова проспал. Обычно Вова утром гуляет. Я уже взяла его. Сейчас Ваню проведем в школу. Погуляем чуть-чуть и пойдем заниматься делами. У нас такая красота везде. Снег выпал. Ну, в городе, наверное, там растаял уже на центральных улицах. У нас еще держится. Ну, Ральф с них есть. Сейчас, Ваня, подожди. Все, Ваня в школу поехал. Пока! Поехал, Ваня, в школу. Нас не взяли. Вот так всегда. Ну, ничего. Мы в следующий раз поедем. Он так любит ездить в машинах. Кто-то может бежать за ней. Все, не взяли. Не-не-не-не, мы уже не пойдем. Мы идем домой. Все, пошли. Идем. Вот такой мой завтрак. Может, это не очень аппетитно выглядит, но поверьте, это очень вкусно. Это овсянка с голубикой. Ну, цвет дает, конечно, голубика. Я ее люблю. Так, мы и кушаем. Значит, это овсянка и чаечек. Кто кушает, кто не кушает. Всем приятного аппетита. Кушайте овсянку, она очень полезна. Хотя я когда-то читала, что овсянку можно кушать два раза в неделю. Не знаю, правда это или нет. Так, приступаем к уборке залу. Очень грязно тут. Мне очень стыдно за это. Но ничего. Май ему шо май ему покажут. Так, книжка. Тут вещи вон. Мишки. Диван надо сложить. Там Ванина вон бумажка лежит к играм. Так, мячик, мыска. Что-то тут стоит. Тюль надо перезаправить. Стирала кроксы. И мои тапочки уличные надо спрятать. Карточки, квитанции. Это тоже надо все убрать. Чехлы надо постирать. Машинки надо занести. Тут пыли, пыли, пыли. Короче, есть чем заняться. Так что приступаем к нашей уборке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, продолжается моя уборочка. Сняла анаболочки с подушек, да, чехлы. с этих пуфиков, да. Один там разорвался. Пришила его чуть-чуть, но, наверное, уже в следующий раз надо будет заказывать их полностью. У нас вот рядом. То есть это близенько, недалеко. Так, видно, Ральф лапами ложится и все-таки пробивает через, ну, чехол. Чехлы сейчас постираю, подушки стираются. Ну, наволочки от подушек. Пылесос чуть разорядился. Так поставила вот тут подзарядить. Вот так он заряжается. В принципе, мне его хватает. Но я сегодня утром заправляла кровати и решила там наверху чуть-чуть попылесосить, и поэтому пылесосила ж принтуса тут в комнате. И там наверху трошки попылесосила, и поэтому он мне не хватило. Ну, ничего. Сейчас подзарядиться. Я сейчас перекушу, чайок сделаю, попью. И, в принципе, он там полчасика ему надо. Помою полы, и все. Еще ничего не украшала. Буду украшать, наверное, следующее уже видео будет выложу. Так, тут только свечки поставила. Еще все спрятала. Хочу вообще сюда свечки поставить, да, вот сюда, чтобы провода спрятать и так более как-то композицию там сделать. Ну, посмотрим. Уборка моя. Убрана все. Прибрала везде. Ну, я уже не раз показывала, как я эту комнату убирала. Так что, прибралась. Все. Обычно мы туда ставим елочку. В этот раз, наверное, так тоже сделаем. Чехлы перестирала. Так был. Пылесос засвяжается. И взяла билет и швабру. И там уже помыла полы, и в коридоре помыла. Так что, везде чуть-чуть прибралась. Сейчас будем готовить обед. Сейчас Ваня приходит. А, у меня супчик есть. Сейчас супчик разогрею и перекусом. И закажу, наконец-то, фаберлик и мейкап мне надо заказать. Так утром я и не заказала. И вот убирала, было полы и рассуждала, да. Хочется так, чтобы чисто было. Вот сейчас комната чистая, да. Комнатка чистенькая. И думаешь, вот как бы так бы всегда было. Единственное, я думаю, чтобы такая чистота была, да. Это надо иметь какой-то большой-большой дом. Ну, и там, допустим, спальня была, спальня, да. Гардеробная, гардеробная. Допустим, детская была, детская игрушка. И только были тогда в детской. И тогда, я думаю, что можно было как-то наладить, как бы такое, ну, вот такой порядок, да. Мы когда жили, у нас было две комнатки. У меня кухня была без окна, да. Но там наше жилье, да, и оно есть еще до сих пор, как бы мы его очень любим. Вот. Оно такое, знаете, оно маленькое, но уютное. Там всего лишь было, по-моему, 36 или 37 квадратов, да. Но там была полноценная кухня, две комнаты. Ну, там и есть, да. Ванна, туалет. Мы еще когда переделали там планировочку чуть-чуть, очень как бы мне там нравится, и мужу там очень нравится. То есть вот так. И вот там две комнаты, да. Вот как, допустим, и придерживаться порядка, и игрушки. И у нас вот люди, ну, в основном живут, да, в квартирах, где там комната и гардеробная, и игровая, да, и спальня. Поэтому выходим из чего-то того, что есть. Да, хочется порядка, чистоты, но не всегда это бывает. И, наверное, с маленькими детьми, особенно с маленькими детьми, это хорошо, когда есть беспорядок. Вот я сегодня убирала, да, еще пару слов скажу. Убирала и думаю, вот мы же диван ставили вот ровно два года тому назад, на рождество как раз. Нам поставили диван перед рождеством. Так, я говорила, Вове, давай переклеим обои. Нет, типа вот такие. У меня вообще муж на поводу ремонта очень тяжело. Почему? Потому что, наверное, вот он там делал, где у нас там две комнаты было, да. Он делал практически его сам. В каком плане сам? У нас мои мастера делали, да. Но я родила туда ванечку, и материалы, обои, вот это все надо было ему привозить. Там мусор убирать. И, наверное, поэтому ему очень тяжело удался этот тот ремонт. Хотя там очень-очень уютно у нас. И ремонт, я так думаю, что намного качественнее сделан, чем вот у нас вот тут в доме. Да, и он у меня вот тяжелый на подъем. Почему тогда я не настояла? Потому что смотрю, вот там отклеилось. Вот там чуть-чуть не отклеилось. Там где-то что-то, я не знаю, че двигали или что. Ну, короче, не переклеили мы обои. Я думаю, мне эти обои, в принципе, нравятся, да. Вот цвет, все мне нравится. Ну, вот качество поклейки желает лучшего. И у нас тут получается люстра раритетная. Ну, с той квартирой мы забрали ее. Да, и Боба ее вешал сам. Ну, и почему-то пошла трещина. На потолочке пошла трещина, и можно было ее переделать. А потом думаешь, ну, вот переклеишь его, и сколько надо денег. Ну, многовато надо денег. Мы их сами клеить не будем, вряд ли. Вот. Может, мы что-то другое лучше потратим. Сейчас такая вот ситуация, да, с этими. То будем работать. У меня, наверное, вот Вова январе вообще работать не будет. А он же работает сам на себя. То есть, ну, если ходит на работу, есть зарплата. Не ходит на работу, нет зарплаты. Поэтому такое. Но вообще мечтать я люблю. Люблю мечтать. А, мы с сестрой недавно разговаривали. Я говорю, ну, хочу переклеить там типа обои, терперы. А она говорит, а я не хочу. Ну, я говорю, что ты хочешь. Она говорит, я хочу дом большой, отдельный. Ну, у нас же дом напополам. И вместо огорода газон. Я говорю, ну, у тебя планы такие прикольные. Так что у кого какие-то желания. Хотя я вот разговаривала с знакомой, да. И она мне рассказала, что она писала, ну, я думаю, она не смотрит так. И, наверное, поймёт, что я про неё говорю. И писала списки. Типа вот, что там надо сделать или что она там хочет. Вот, ну, например, допустим, там поклеить обои, да. Определённый период она достала этот список и смотрит. И все практически пункты как бы сделаны. Поэтому наши мечты, наверное, сбываются в какой-то степени. И это хорошо мечтать. Так что вот такая у меня уборка была. Я и подумала себе. И что-то там помечтала. Ну, мечтать надо. Так что вот так. Продолжение следует...